Ну что, ребята, всем привет, и я хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом. Если честно, я не планировала снимать видео об итогах 2019-го, но вчера вдруг я поняла. Все-таки хочется поделиться с вами какими-то впечатлениями и эмоциями об уходящем 2019-м. Я надеюсь, что вам это видео понравится. Это последнее мое видео в 2019-м году. Если честно, не готовилась к нему, не писала никакого сценария, и оно, наверное, получится очень искренним и настоящим. И я очень надеюсь, что я успею выложить его прямо 31 декабря, как-то поднять вам, зарядить вас новогодним настроением, ну и чтобы, возможно, вы тоже подвели для себя какие-то итоги уходящего года. Этот год был очень своеобразным. Сложно сказать, что он был самым счастливым или самым грустным, потому что он был просто бешеным. В некоторые периоды он был невероятно стабильным. В некоторые периоды все просто переворачивалось с ног на голову. В какие-то моменты этого года я была безмерно счастлива, в какие-то моменты просто меня охватывала такая грусть, что мне абсолютно ничего не помогало. Вообще, хотела бы просто, в общем, сказать, что этот год был определённым годом работы. Я познакомилась с огромным количеством успешных людей, которые замотивировали меня. Я даже сохранила практически все съёмки, в которых я участвовала. В этом году, в начале года, я успела сняться в короткометражном фильме. Вам интересно, что мы снимаем? Теперь лечу на съёмку. Очень-очень много было проделано именно касательно работы, очень много новых проектов. Именно в этом году я стала бренд-амбассадором компании Brosh, также недельной моды в Казахстане, Евразийн Фэшн Вики. В общем, ребят, я вам писала, что я еду по делам. И знаете, куда я приехала? Приехала на встречу. И сегодня я официально стала бренд-амбассадором моих украшений, который всегда на мне всегда ношу. Так что знакомлю вас с Олей. Я вам уже про неё рассказывала. Я просто безмерно рада и благодарна этому году за то, что он настолько вдохновил меня на работу и за то, что познакомил и свёл меня с таким количеством замечательных, успешных людей. Я очень благодарна этому году за то, что он был настолько продуктивным и результативным в плане работы, в плане целей. Если ещё поговорить про работу, то я получила уже вторую серебряную кнопку. Всё благодаря вам. С вами уже вторая награда. Это наша с вами серебряная кнопка. Спасибо вам огромное на наш влоговый канал. И также открыла свой шоурум, о котором очень давно мечтала, Лива Айршоп. Выпустила свой первый мерч и я безумно счастлива, что всё это происходило в этом году. Ну что, а теперь давайте по порядку. 1 января 2019 года и год не задался. А мы уехали с родителями и с моим братом кататься на лыжах, на чумбулак. Кайф, какая погода. Ой, офигенно. Мы вернулись вечером домой и у нас со двора пропала моя собака. Грязя, что, не хочешь, чтобы мама уезжала, да? Не хочешь? Не хочешь, да? Иди ко мне. Скажи, мама, останься дома, да, мама? Останься дома, да? Мамочка, да? Грязя моя. Иди. Она была определённой членом нашей семьи и в тот день она очень... Ну, она прям залазила в машину, она прям не хотела, чтобы я уезжала. Я очень тяжело переносила её пропажу. Если честно, до сих пор, когда говорю о ней и смотрю на какие-то фотографии, ужасно сложно. Вот, всегда со слезами. Она... Ну, она была особенной. В этом году я поменяла две школы. Я ушла со своей, перешла в другую, потом ушла в другую. И именно моя последняя школа, которую я закончила, подарила мне мою лучшую подругу Сабину. С ней связано миллионное одно прекрасное воспоминание. Именно в этом году мы очень сблизились. Во многих ситуациях я бы, правда, без неё не справилась, так что она определённо очень важный человек в моей жизни. Из замечательных событий была прекрасная поездка на Чарынский каньон. Мы приехали на Чарын. Смотрите, как красиво. Это наша огромная группа. Капец, да? Каньон на фоне гор прям вообще нереально. Затем отпуск в Китай. Этот отпуск был, ну, необычным, потому что мне реально в тот момент нужен был отпуск и нужна была перезагрузка. Именно в Китае что-то произошло, и я полностью поменяла свои взгляды на жизнь. Я безумно благодарна острову Хайнянь за такие изменения. И за то, что открыл мне глаза на многие вещи. Так что это определённо был один из важнейших моментов этого года. Потом в связи со здоровьем я получила справку об индивидуальном обучении и перешла на домашнее обучение. Потом я участвовала в очень крупном мероприятии Make Up Day Sage. Скажите, светотень. Кто сказал светотень? Потом в связи с личными проблемами я отказалась от еды и сна на 4 дня, и это были худшие 4 дня в моей жизни. Сама захотела и впервые в жизни обратилась к психологу. Это были сложные 4 дня. Я очень рада, что всё это быстро закончилось. Все эти дни я помню, как в тумане. Я помню только то, что я не хотела есть. Это не была анорексия, мне не тошнило от еды, ничего такого. Просто мой организм отказался от еды, и мне помог именно психолог. Буквально за один сеанс я вернулась к еде, вернулась ко сну. Это был неприятный период, я рада, что он позади. Потом я сделала себе прекрасное каре, хотя многие говорят, что то, что я тогда сделала, это не каре, но для меня это было супер-мега коротко. Не знаю, зачем я это сделала, но мне казалось, это логичным решением. А потом один из замечательных дней, 25 мая. Что? Выпускница? Прощай, школа. Я была безумно рада, но впереди еще были госэкзамены. И вот когда я сдала госэкзамены, это было полнейшее счастье. Я все их сдала на пятерки и закончила школу с красным аттестатом. Потом я поступила в колледж. В тот же день мы праздновали день рождения Сабины. Это было тоже довольно яркое событие. Супер-супер-супер важное событие. Это моя фан-встреча с вами. С вами мы виделись в начале лета. Я безумно была рада видеть каждого из вас. Бизнес свое дело. Но на самом деле совершенно не так. То есть я начинала с планшета папиного. Аккуратно ночью, пока он спал, забирал и снимала видео. А сейчас вот передано, я не знаю, очень... И со мной рядом были в тот день очень важные для меня люди. Гоша, Муся, Сабина. Я безумно благодарна им за то, что они меня поддержали. Я волновалась. Когда я отвечала на ваши вопросы, у меня трясся голос. Возможно, этого не было заметно, но я очень переживала, что что-то может пойти не так. Или я произвела какое-то не такое впечатление. Но когда я видела вашу любовь в глазах и чувствовала вашу тепло и поддержку, просто я растворилась в этом дне. И я безумно счастлива, что провела в этом году фан-встречу и встретилась с вами. Эти встречи заряжают определенной энергией, и я думаю, что нам с вами нужно встречаться почаще. Именно этим летом мы наконец-таки закончили ремонт дома. Он у нас, правда, шел во дворе, но все равно это очень напрягало, когда постоянно какие-то люди постоянно что-то там сверлят, что-то делают. Наконец-то в этом году просто все закончилось и все позади. Потом произошел некий переломный момент в наших отношениях, и мы с Гошей расстались. Если честно, сначала это было так, как будто бы мы скоро помиримся, а потом это все перерастало в более серьезное, серьезное, серьезное. И в какой-то момент я уже была уверена в том, что когда я буду снимать вот такое видео или писать пост об итогах 2019-го, то я напишу, что в этом году я потеряла свои отношения. Но, как видите, все сложилось по-другому. Этот момент был достаточно сложным, и в то же время моя жизнь перевернулась. Просто с ног на голову все изменилось. Я стала жить вообще по-другому. Все изменилось. Мой режим, мое окружение, моя жизнь, мое моральное состояние изменилось абсолютно все. Я чувствовала себя словно другим человеком в чужой жизни, но при этом мне было интересно. В этот период я первый раз в жизни побывала на гонках. Я очень много гуляла со своими подругами. Праздновала свой день рождения, мои 15 лет. Я, наверное, одной из лучших. Я праздновала большой-большой компанией в караоке. Потом мы поехали кататься на лимузине. Это были очень яркие моменты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мой день рождения, он, конечно, был просто фантастическим. Потом я поступила в колледж, стала официальным брендом-амбассадором Евразийн Фэшн Уик. В колледже мы познакомились с девочкой Даяной и сейчас очень дружим. Я, Сабина, Даяна. А также в колледже я познакомилась с Савой и еще с огромным количеством реально крутых ребят и девчонок. И я безумно рада, что ушла в колледж. Я ни капельки об этом не жалею. Я боюсь. Вы постоянно спрашиваете, с кем мы здесь дружим. У нас своя мафия. Чаще Сава каплет. Мы переодеваемся в туалет. Записали тест по химии. В колледже у нас была замечательная поездка на ИСИК, посвящение в студенты. И чейс! И чейс! Ура! 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 Вот вы спрашиваете, хорошие ли у нас одногруппники. У одного курса отжали, у другого чип. Видите, все по группам распределились, сидят, кушают. У нас вот с лопикниками. И вот октябрь месяц. И если честно, я уже была уверена, что наши отношения с Гошей навсегда закончены, потому что прошло три месяца с момента нашего расставания. За эти три месяца Гоша не раз пытался вернуть отношения. Я очень тяжело переживала каждую ситуацию, когда он приходил, делал какие-то шаги для того, чтобы вернуться. Потому что я на тот момент для себя все решила, и мне сложно было говорить человеку, который раньше был моим миром, говорить ему нет. И это были постоянно сложные моменты, это были постоянно слезы. Я не знала, как правильно поступить, я не знала, чего я хочу. Я просто в конец запуталась. И вот 11 октября 2019 года что-то произошло. Вернее, не что-то, а кое-кто дал мне один замечательный совет. Я поняла, что нет ошибок. Есть только наши решения и их последствия. Я решила, что прямо сейчас я хочу быть с этим человеком, и я не знаю, что будет завтра. Возможно, завтра мне упадет кирпич на голову, или я подскользнусь и умру. И будет обидно, что последний день своей жизни я не провела с человеком, с которым на самом деле хотела его провести. И именно просто поэтому я вернулась, не думая ни о чем. Мы помирились, у нас была замечательная поездка на озеро Каинды. Мы выехали. Мы вообще не знаем, где мы. Мы не понимаем, куда мы приехали. Мы приехали по какой-то карте, вроде как к озеру Каинды. Но вроде как озера здесь нет. И там просто был шлагбаум. И мы просто оставили там машины. И три самых смелых, отчаянных человека пошли на поиски озера. Так, мы забрали у всех куртки, которые могли забрать. Так, я вот в двух курточках. Видите, ножки в пледике. Все под контролем. Все не так плохо, по идее. Лишь бы не заболеть. Так, ребята. Мы в прекрасном месте. Двигаемся по прекрасной грязи. Мы прошлись по вот этой воде. Вот так. Потом я решила пойти на танцы. И это одно из лучших вообще решений этого года. Познакомилась с замечательным хореографом Кариной. Я безумно ее люблю. И она всегда дает такие нужные, важные советы. Это не просто хореограф. Это подруга. Это друг. Пускай у меня не все получается. Пускай я не танцую как супертанцорно. Это то, что мне нравится. Это то, что я делаю от души. И я безумно рада, что я пошла на танцы. И что я решилась. И я довольна, если честно, очень результатами. В любом случае, мне безумно нравится. В этом году я лично познакомилась с Айжан, с Дамелей. Познакомился не со мной, а с моей подружкой. 12 лет. Нашла в акционах. Мы решили, что мы не будем выбирать правду или действие. Кстати, кстати, я забыла сказать. Одно из вообще важных для меня событий. Это золотая свадьба бабушки и дедушки. Я была безумно-безумно за них рада, когда я смотрела на них и понимала, что эти люди прошли вместе. Просто все. Они вместе уже 50 лет. Это достойно уважения. И я безумно рада за своих бабушку и дедушку. И я не знаю, в этом году было столько замечательных просто ситуаций и моментов. И сейчас в конце я просто хочу вставить небольшие отрывки каких-то важных для меня дней, важных событий. Вот, это был невероятный год. Невероятный год просто всего. Я очень много вкладывала в себя. Я очень много времени проводилась с семьей. Очень много работы проделано в этом году. И спасибо 2019-му за каждый день, за каждый час, за каждую минуту, за каждую возможность. 2019-й я тебя безумно сильно люблю. Привет 2020-й! Ребята, давайте встретим Новый год. И я уверена, что этот год будет самым лучшим в вашей жизни. С Новым годом! С новым счастьем! И главное, помни, ты личность и ты уникальна. Я вас безумно сильно люблю, ребят. Это будет самый лучший год в вашей жизни. Запомните это. Всем пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok